Музыка Здравствуйте, мои любимые зрители! Сегодня я вам покажу, как сделать меховую жилетку при помощи вот такой вот вязаной жилетки. То есть нам она нужна будет. Потом у меня есть, была, то есть детская шапка. Вот я ее разобрала и вышло мне вот таких три кусочка. А вот, видно разницу? Видно, наверное. Вот, в одном из видео я вам показываю, как ее тонировать. Эта затонирована, наверное, вот эти два куска, а этот еще нет. И вот уже видно. Так вот, если смотреть, то не видно, что она желтоватая немножко, а тут уже видно. И шапка выглядела такая, обычная. Ну, все, наверное, знали, да? Ну, такая детская, детская обычная шапка. Я ее разобрала. Это зад и это вверх. Мех черноборки, сразу скажу, отличается от лисы. И под этим видео я покажу, как я делала жилетку из лисы. А сразу скажу, у лисы мездра довольно-таки жесткая. С ней лучше работать из-за того, что она не крошится. У черноборки с этим дело, конечно, посложнее. Вот, видно, да, что она уже такая вот очень тонкая, тонкая мездра, и с ней довольно-таки тяжело работать. Ну, что же делать? Попробуем просто. Мне, например, жалко выкидывать эти куски. Я его затонировала. И теперь приступим. Первым делом, конечно, я вот все это разделила, убрала. Вот здесь вот были всякие вот эти штучки. Единственное, вот этот кусок я пока не буду использовать. Он, видите, отличается. Вот здесь вот черная полоса идет. Это, по-моему, наверное, или животик, или спинка. Пока он не нужен будет, будем работать вот с этими двумя кусочками. Так, первым делом нам нужно будет определиться с направлением ворса, как везде. Направление ворса идет вот сюда. И поэтому нам нужно будет резать вот так вот. И будем тоже пришивать продольными полосками. И будем пришивать, наверное, здесь. И хотелось бы мне, наверное, спинку еще полностью задействовать. Насколько хватит меха этого именно. И не хочу пока брать другие цвета. Но у меня этих кусочков очень много. И поэтому, наверное, будем делать все. Слишком подробно показывать все это не буду. Потому что это я уже слишком подробно показывала с мехом лисы. И так же все практически то же самое. Скальпель, мех, скальпель, мех, линейка, ручка, чтобы расчертить. Ну, пожалуй, начнем. Так, первым делом, наверное, расчерчим. Кто не хочет этого делать, это не обязательно. И так. Здесь вот у меня, видите, неровности. И сначала мы, конечно, будем выравнивать. Вот. И сделаем вот такую вот полоску, чтобы выравнить. И дальше уже пойдем примерно... Будем брать 1 сантиметр. 1, 0,8, 0,9. Вот так вот примерно. И расчерчиваем весь мех. Я это делаю на глаз. Вы можете отмерить. Я уже привыкла. Это делать. Края, где вот эти вот уже не пошли, можно будет отрезать. Вот так вот отрежем и берем. Если у вас нет скальпеля, такого, как у меня, такого вот скальпеля, возьмите обычное лезвие. По-моему, оно называется опасным. Опасным, наверное. Да, двухсторонний такой. Вот. И можно тоже нарезать прекрасно. Сразу скажу, мистер здесь очень тонко и режется намного проще, что ли, чем у лисы. Ну и у лисы бывает тонкое. Просто зависит от выделки. Так вот, расчерчиваем. После того, как расчертили, приступаем к провязанию. Так, чем тоньше у нас скальпель, тем нам проще. Ровно, конечно, здесь не получается. Но это и не видно будет. Желательно, конечно, ровно. Здесь вот мех крошится совсем. Если у вас, конечно, есть хороший мех, нет проблем. У меня просто это... Отходы. Никому не нужна шапка устаревшая. Вот. После того, как мы отрезали, уже направление метри вы точно не испытаете. Вот оно сразу видно, да, куда идет. Это довольно-таки важно. Потому что, если мы, конечно, вот так разместим направлением вверх, да, мездру, как положено, то будет некрасиво. Не будет выбиваться из общего смысла. Вот. И вот таким образом нарезаем все шкурки. Вот так. Размешиваю. Длинше полосы. Вот здесь они длинные. А спереди у меня они короткие. И поэтому я пока вырезала... Пока вырезала самые длинные. Вот у меня вот осталось то, что это будем использовать на потом. И поэтому я предлагаю соединить вот эти вот по цвету кусочки. И два кусочка, я думаю, на длину нам достаточно будет. Так как у нас разрезанные куски короткие по спинке, то соединять тоже вот прикладываем ворсом вниз. И смотрим второй кусочек. Тоже прикладываем ворсом вниз. И между собой соединяем обычным швом. Так вот будет выглядеть. И линяем. Покажу на одном примере. То есть... Так вот прикладываем. Хочу показать... Извиняюсь. Хочу показать, как я пришиваю. Так я начала не с самого начала, а вот примерно где-то. И вот первую пришила. Видите, да? Что у меня тут такие полосочки. И я планирую пришивать вот на эту полоску, на эту полоску. И вот. На одну пришила. И между ними оставила. Сейчас пришила на вторую. Пока с двух сторон не пришивала. Посмотрю, только с одной стороны меха пришила. С этой стороны не пришивала. Вот так вот. Видно. Так. И вот этот вот мех я соединила. И планирую пришить вот... Вот так вот. Обычным швом. Обычной иголкой. Обычной ниткой. Вот. Швы. Нечастой. Так. Спинка у меня почти готова. Осталось вот еще одну полоску сделать. Немножко покажу насчет меха. Конечно, с мехом у меня очень тяжело было шить. Из-за того, что мездра прям... Вы не представляете. Она, наверное, как бумага прям крошится. Вот видно, да? Мне приходилось тут чуть не по кусочкам все сшивать. Она прям буквально крошится. И... Вообще кошмар какой-то. Вот. В некоторых местах нормальная, а в некоторых вообще кошмар. Ей еще приходилось, конечно, с чернобуркой что тяжело. Вот видно, да? Как бы один цвет, одна полоса. Но когда вот так вот если посмотреть, то получается взять вот два кусочка, да? Они совершенно разные. Один светлый, другой темный. И я сидела, вот это все подбирала. Просто вот видно, да? Вот это вот из двух кусочков. Вот здесь вот соединение. Примерно по цвету, чтобы одна полоса, а один цвет был. И вот такие вот слишком... Вот, например, вот здесь вот нет практически белого. И уже не пойдет. И я такие кусочки еще убирала. И вот практически готово. Вот это вот полотно. Ну, думаю, что очень неплохо получилось. Ровненько. Потому что я очень долго подбирала по цвету. Сейчас вот еще осталось пришить одну полосу. Полосу вот здесь вот. И спинка у меня будет готова. И будем уже переходить на вот эту часть. Вот здесь вот наперед. Наперед уже немножко поменьше будет. Вот эту вот... Так, вот эту часть затрагивать не будем. И что мне здесь еще не нравится. Хочу я немножко вот здесь вот сверху. Вот видно, да? Что вот это все немножечко надо будет переделать и сделать аккуратно. То есть убрать вот эти вот срезы. То есть что-нибудь придумаем. Вот я покажу, как. И если будут срезы здесь же тоже на видных местах сверху, да? То за что-нибудь придумаем. Вот так вот полотно практически вот такое ровненькое. Оно готово. Очень плотно у меня получилось. То есть очень теплая, очень теплая жилетка. То есть вот такая вот спинка. И когда уже сделаем перед, перед то же самое, то же самое буду возиться. У меня, правда, меха осталось совсем немножко. И как-нибудь я соединю что-нибудь и придумаю. Да, очень-очень тяжело работать с таким мехом, который прям вот смотрите, что с ним творится. Вот видно, да? Это даже не мех. Это уже все. Просто, знаете, я очень щепетильно отношусь к меху. Мне вообще очень жалко животных, если честно. И вот я стараюсь каждый кусочек использовать. Даже вот этот кусочек мне уже жалко выбрасывать. Я не знаю, почему с этим связано. И я прям очень-очень щепетильно, очень-очень аккуратно вожусь с этим мехом. И вот уже поэтому мне немножечко долго, из-за того, что... Если, конечно, у вас мистер хорошее, не старое, как у меня. Я же уже вам сказала, что я делаю из все практически отходов, которые давным-давно надо выбросить. Но я делаю, делаю. Потому что я отношусь к меху очень-очень, скажем так, боготворю, что ли, его, может быть. Потому что мне жалко вот этих животных. Но меху этому на самом деле очень-очень много лет. Это, наверное, еще перестроченные времена. И вытелка, конечно, в те времена была получше. Но просто сыграло уже здесь время. Но ничего, мы придадим. Мы сделаем этому меху, дадим шанс вторую жизнь. Вот. И получается вот такое полотно. Я думаю, совсем-совсем неплохо. Пишите мне свои комментарии насчет этого. Очень-очень мягкие, очень такой струящийся. После того, как мы все это пришьем, уберем, мы его немножко протерем. Он блестит, конечно, и так блестит. И я вам продемонстрирую, как это все будет выглядеть. Так вот жилет выглядит в деле. Тяжело, конечно, это все показывать. Я еще не знаю, с чем его носить и как. Может быть, девочки, мальчики, у вас есть идеи. Вы видели весь процесс. Тут еще остались такие небольшие доделки. Нужно будет закрепить вот здесь, вот здесь. Я просто показываю уже в готовом варианте. Вот спина очень-очень теплая и, как сказать. То есть в этом жилете вы не замерзнете. Вот. Все сделано из кусочков, но я все очень хорошо закрепила, так что ничего не должно не распускаться, ничего. Просто мне было жалко мех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!